95-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко отозвал свой иск или заявление, как его там правильно назвать, к Алексею Навальному. Перед этим Навальный и его защита потребовали отвода судьи. И суд на самом деле, судью зовут Вера Акимова. Вот. И, в общем, позор судейского корпуса, так сказать, если судейский корпус не является целиком позором всему самому себе и всей юриспруденции человечества за всю историю. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Будет на то воля ваша, поддержите мой труд. И, знаете, честно вам скажу, этот Следственный комитет, МВД, Генпрокуратура и прочие так активно отговаривают участвовать в этой операции «Светлячок», что я прям подумываю это сделать. Но только не с сотовым телефоном, а действительно свечечку, что ли, зажечь. Не знаю. Или заберусь куда повыше, потому что безумие нарастает, и нет, и не видно ему конца края. Заграница нам, друзья мои, не поможет. Повторю я это говорил уже, повторю еще раз. И хочу вам сказать, что Андрей Степанович Кигим, или Кигим, простите, если ошибся, в ударении назначен главой Пенсионного фонда России. Этой конторы, которая на самом деле, хотя и аффилирована с госструктурами, но является частной организацией. Вот, Максим Топилин чем-то не устроил этого премьер-министра Мишустина, и Топилина отправили с глаз долой, сердце вон, и назначили Андрея Степановича Кигима. Или Кигима, опять же, прошу прощения, ни в коем случае не ставлю целью оскорбить человека, тем более мало что про него известно. Он подвязался во Всероссийском союзе страхователей, потом, где он только не подвязался, и медицинским страхованием он занимался. А теперь вот стало быть это. Но это должность такая, глава Пенсионного фонда России, на которой миллиардером долларовым стать весьма и весьма несложно. Наверное, надо даже наоборот сопротивляться, чтобы им не стать. Не знаю, думаю, Андрей Степанович Кигим не будет сопротивляться, потому что мы все-все-все, кто платит налоги, все, кто платит пенсионное отчисление от своей зарплаты, это все. Мы делаем это недобровольно. И делаем мы это, друзья мои, не забывайте, в частную организацию. Вот. И что ж, важнейшая новость, которая подтверждает пророчество Отрока Вячеслава, после всех фоноберий и танцев, Всемирная организация здравоохранения заявила, что к использованию весьма вероятно будут одобрены все три российские вакцины. Какая-то там Эпи-Ковид-Вак, наш знаменитый спутник Вильзевул, и третья тоже какая-то там, это забыл какая. Вот. И честно знать не хочу, по мне так они все могут из одного котла вполне быть вылиты. Потому что, знаете что, друзья, не прошло и полугода, когда эксперты говорили о том, что нет реакторов, биологических реакторов в стране, просто чтобы одну хотя бы вакцину сделать, а тут три разновидности и в достаточном количестве. Ну, очевидно будет. Так еще и весь мирами снабдить хотят. Вот какие. Наш пострел везде поспел, как говорится, дорогие друзья. Что ж, согласно пророчествам Отрока Вячеслава, весь мир пошел войной на Россию, на наши земли, после того, как рухнул этот режим. А режим рухнул после того, как начали умирать люди в больших количествах или становиться бесплодными. Вот. И, ну, вот такие вот предсказания мальчика Отрока Вячеслава. Весь мир пойдет на нас войной, понимаете ли? А это не так далеко от истины, потому что, на самом деле, кто бенефициар и разграбление Руси? Повторюсь и не перестану повторять. Весь мир. И если мы оккупированы, то кем же мы оккупированы? И кто над нами во главе? Колониальная администрация, вот, и мирового правительства. Вот, собственно, так. Ну, это если отбросить, вот, всю мишуру, весь бред, ведь все выходит именно так, друзья, такие выводы. Поэтому они и вакцину эту одобрят, и все что угодно. Вначале, вспомните, как они ругались на Вильзевулыча нашего, а теперь Вильзевул оказывается уже вполне себе, может оказаться годным к употреблению, друзья. И этим танцем нас неуклонно ведут в пропасть к плану госпожи Маргарет Тэтчер, по которому от 15 до 30 миллионов нас с вами, коренных людей Руси, должно остаться в живых на свете, чтобы обслуживать трубы и все такое. И свалки. Трубы и свалки. Вот так вот, друзья. Что ж, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду на то воля ваша, поддержите мой труд. Да, мне много гадостей разных пишут и так далее. И звонят, и угрожают, и что только не делают, и все очень непросто. И каждый ролик, вот я снимаю и думаю, вот может быть это будет последний. Или сам уже самозапилюсь, или еще что-нибудь уже произойдет. Но нет, пока ничего не происходит. А останавливаться я, конечно, не могу. Потому что, ну, я вижу своим долгом пробудить как можно больше людей, чтобы как можно больше из нас поняли, ну, где и в чем мы находимся. И поймите, друзья, клептократия началась не с приходом ебанько к власти Ельцина, Бориса Николаевича и Ко и компании. Все началось гораздо раньше, друзья, когда международная группа бандитов и террористов захватила целую империю и начала ее пилить и кромсать. Вот такие вот дела. Над Москвой мощнейший снегопад, говорят, он войдет в историю. Сыплются, сыплются множество снега и беспрестанно будет сыпаться три дня. Вот снега насыпало, правда, немало. Вот я стою во дворике, а за мной прекрасный, прекрасный, как пряник такой храм. Вот, красотища. На самом деле душу охватывает отчаяние порой, особенно когда понимаешь, что ты практически ничего не в силах изменить, и являешься лишь одной из шестереночек этого огромного, невероятного механизма мироздания, божественного творения. Вот, и знаете, да, можно быть прагматиком и не верить в Бога, можно быть фанатиком и верить чересчур усердно, расколачивая свой лоб. Я же просто предлагаю принять то, что мир невероятно велик и многообразен, куда больше, чем тот маленький уголочек бытия, который каждый из нас в состоянии познать и осознать за свою жизнь. Давайте будем добрее друг к другу и поддерживать друг друга. Ни в коем случае нельзя оскотиниваться и превращаться в зверей. Хотя это именно то, к чему нас толкают. Вынимая из наших душ, вынув из наших душ, давным-давно стержни некие, вынув из души народа стержень национальной идеи, ну, они добились практически того, чего и хотели, они создали из народа некую биомассу. Не людей, а биороботов, что ли, которыми легко-легко управлять, подбрасываем разноцветные бумажки, кружочки, а потом дело и вообще, и вовсе ограничится какими-то циферками на экранчиках. Вот так вот, друзья. Пробуждайтесь и помогай нам всем Бог. Еще раз подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, разумные, взвешенные, в рамках законодательства, да-да, и без нецензурной брани. Вот. Если вы решите поддержать мой труд, загляните в описании к этому ролику, друзья. Ну, а главное, поддерживайте друг друга и поддерживайте в самих себе человека, маленького доброго человека. Дорогие шмотки истлеют в земле, дорогие машины сгниют, дома разрушатся, и продавшие душу пустыми в землю падут. Берегите души ваши пуще всего, помогай нам всем. Бог доброго денечка, друзья.